Илья Шпиловский Илья Шпиловский Картина называется «На другом берегу». Собственно, вы видите, как молодой человек идет по набережной в той ее части, которая находится рядом с полпредством. И идет он со стороны моста, который находится на улице Малышева, в сторону ГЦСИ. Вы видите отражение деревьев в воде, реки и сеть. И написана картина очень экспрессивно. То есть много краски. Вы видите, у нее возникает почти скульптурный эффект местами. Мне эта работа очень мила. В первую очередь тем, что я сам ходил на работу в ГЦСИ на протяжении 5 лет. Собственно, этим же самым путем. И этот мальчик, молодой человек, который изображен, мне легко ассоциировать себя с ним. Я люблю этот период. Мне кажется, что в него он включает в себя много интересного. Это первые годы мои в Екатеринбурге. Собственно, мне было все в новинку, все было интересно. И, конечно, мне сейчас интересно, но не повторяется такое никогда, как говорится. Поэтому работа, она помимо своих художественных достоинств, еще вызывает у меня приятные ассоциации. К тому же, вы видите, что это такой погожий денек, которых тоже на Урале, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И поэтому, в целом, настроение, которое задает эта работа, оно очень классно сочетается с тем, что она находится рядом с моим рабочим местом. Вторая картина, которую вы видите сейчас на своих экранах, это портреты. Портреты одного и того же человека. Дважды на одной картине изображен Виталий Черепанов. И работа эта сделана Аней Черепановой, тогда еще Аней Минеевой. Собственно, подписана Амин. И работа сделана в 2016 году. У меня она оказалась, мне кажется, это был один из первых акционов Кости, который как раз придумали Аня и Виталик. И это такой способ приобретения произведения искусства, в котором цену картины определяют даже не столько поочередное повышение этой самой стоимости теми, кто хочет ее приобрести, а случайность. То есть, нужно выбрасывать цифры на костях, собственно, на кубиках. И в зависимости от того, какую цифру ты навыкидывал, такую должен заплатить художникам. Тем не менее, этот очень увлекательный процесс сделала меня счастливым обладателем такой картины. Она тоже задает какое-то позитивное настроение. В первую очередь, вы видите голубое небо, зеленые и желтоватые оттенки. То есть, вместе они настраивают на оптимистичный лад. Виталий Черепанов читает на этой картине. Причем, я спрашивал, сначала я думал, что здесь изображен брат Виталика, но Аня сказала, что вроде как она рисовала оба раза его самого. Следующая работа была сделана художником совсем другого поколения. Это Вилен Мухаркин. Вилен Мухаркин в этом году отпраздновал, если ничего не путаю, 95-летие. Это человек, который прошел войну, ветеран, обладатель нескольких медалей. И помимо больших заслуг, связанных с его военными какими-то достижениями, он также известный, очень известный на Урале художник. Он также преподавал в Нижнем Тагиле на протяжении многих лет. И сейчас живет там. Вилен Мухаркин очень сильно повлиял на становление самых разных художников, которые учились на худографе и вообще, которые происходят из Нижнего Тагила. Этот этюд написан в 1972 году. Тут довольно интересные детали. Например, все это блюдо, оно вклеено. То есть, это какой-то другой кусочек картона, наклеенный поверх первого. То есть, конечно, работа может быть не в самом лучшем состоянии. Вы видите, что есть и сколы краски. Но мне она дорога не своим качеством. Вот вы видите, здесь тоже можно видеть как раз аппликационный характер этого этюда. Но мне очень нравятся массы. То есть, какой баланс между отдельными элементами этой работы. И вообще, он тоже как бы настраивает на позитивный лад, что ли. То есть, если есть на столе лимонная бутылка и кастрюлька, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, если перефразировать Виктора Цвея. И перейти от каких-то вредных товаров к чему-то более полезному. Разбавляет уральских авторов Наталья Данини, художница из Санкт-Петербурга, которая живет в Москве. Вот ее картина. Вы видите, на ней нарисован как бы интерфейс программы Microsoft Paint, стандартной программы, которая есть в любой, мне кажется, Windows, операционной системе Windows. И вот как раз это Windows 95. И в Windows 95 открыта программа Paint, в которой кто-то рисует, ну, видимо, то, что видит за окном. А за окном 93-й год. И танки стреляют по Белому дому. Собственно, вы видите, что рисунок сделан как бы пиксельно. Ну, собственно, это то, каким образом и можно было бы нарисовать что-нибудь в программе Paint. Как вы видите, в одном из окошек меню этот оператор ПК, который сейчас за ним сидит, пытается отредактировать это все, ну, как бы вернуть обратно. И, собственно, эта работа, она, ну, мне, как человеку 86-го года рождения, она так же близка, как и художнице, мне кажется, потому что я прекрасно понимаю эти ощущения, когда ты по телевизору видел, ну, странные кадры, мало на что похожие. Ну, то есть ты не очень еще понимал, что это вообще значит, но как бы общая тревога и очень сильный эмоциональный заряд, который присутствовал в этих событиях, он так или иначе повлиял как раз на формирование нашего поколения, я бы так сказал. И вы видите в этой картине попытку передать ощущение встречи, вот этой как бы визуальной новости, что ли, как всех этих графических интерфейсов операционных систем, которые только-только устанавливались на компьютеры в то время. И, ну, представьте, то есть до этого у вас был архаичный DOS с какой-нибудь оболочкой вроде Norton Commander, в котором буквально на синем фоне есть две таблицы, а потом тебе ставят обновленную систему, то есть в которой есть вот эти всплывающие окна, красивые заставки и обои рабочего стола. И также переход от отлитарной системы к системе демократической воспринимался как замена какого-то вот этого интерфейса взаимодействия с властью. Правда, как вы видите, момент, который запечатлила художница, он имеет непосредственное отношение к, ну, как она сама говорит, к багам, к тем ошибкам, которые в любой новоустановленной операционной системе не могут не быть. И вот как раз расстрел парламента, он воспринимается как такая же вот ошибка, такой системный сбой, которых было довольно много в операционной системе Windows. Еще один этюд. На этот раз работы Геннадия Горелого, художника также из Нижнего Тагила. С ним первый раз с его творчеством столкнулся, когда работал над выставкой «Ура-Урал». Как раз в эту выставку вошла одна его картина, на которой изображена Листья гора. Очень яркое, важное, ключевое место, возможно, для Нижнего Тагила. Здесь же на этом этюде представлена чуть менее парадная его часть, какой-то двор или другое пространство, непарадное пространство. Собственно, вы видите гуляющих, играющих у берега пруда, или какого-то другого водоема, детей и взрослого, которые за ними приглядывают. И, собственно, в верхней части работы находится такой спальный район Нижнего Тагила. Вы видите эти панельные пятиэтажки, деревья без листьев. То есть, судя по всему, это зима или, может быть, поздняя осень. Но в этой работе совсем не чувствуется какой-то мрачности. Наоборот, мне кажется, она полна умиротворения, покоя. Вот эти яркие, шапочка и, не знаю, что это правильно, такой, может быть, рюкзачок у детей внизу, они являются самыми яркими частями этой работы. И они действительно стягивают на себя внимание, когда смотришь. Но дальше, если вглядываться, то можно увидеть роскошный автомобиль, который мчится по Нижнему Тагилу. И вообще от этой работы есть какое-то ощущение правильности, упорядоченности времени. Это картина Владимира Селезнева. Часть его проекта «Гипертек». В него входят несколько составных элементов. То есть, там и фотографии, и несколько картин. Вот, собственно, о чем этот проект. Каждый из вас, сходя по улицам любого фактически города, сегодня уже на планете Земля, замечает, то тут, то там оставлены такие метки, розчерки, иногда которые можно прочитать, иногда которые совершенно нечитаемые. Ну, то есть, какие-то вот надписи уличных граффитистов, которые обычно являются просто обозначением их имени. То есть, или каким-нибудь изредка словом, которым они метят территорию. Собственно, чаще всего, да, это, собственно, никнейм, то есть, прозвище автора. И ничего более, кроме как такое действительно помещение территории, обозначение того, что там я был тут, они в себе не несут. Соответственно, этот язык, язык таких вот граффити, он стал абсолютно универсальным. И что в городе Кииль, что в городе Екатеринбург, что в городе Нижний Тагил, повсюду можно увидеть, ну, примерно одинаковые, то есть, чаще всего на английском языке сделанные надписи. Но, тем не менее, у них наверняка есть какая-то своя специфика. Возможно, это хотел прояснить для себя Владимир. Но, в общем, что он делал? Он приходил в тот или иной город. У меня, вот в данном случае, это Нижний Тагил. И, ходя по районам, по району собирал и фотографировал все те, не хэштеги, а вот теги, которые он находил. И таким образом получалось сделать фотографический слепок, такую карту, что ли, картографирование стрит-артистов того или иного города, то есть, кто вообще здесь есть и кто чем занимается, кто что рисует, как кого зовут. А затем все вот эти фотографии используются для того, чтобы перерисовать максимально похожим образом этот тег, который вы можете увидеть на улице, и все-все-все эти теги нарисовать на одной ограниченной поверхности холста. И таким образом они спрессовываются в некий гипертег, который является собой максимально сконцентрированное воплощение граффити духа того или иного города. Понравилась цветовая гамма, на самом деле, и тот баланс как раз форм и цветов, которые в этой картине, вот подпись Владимира, себя явили. И вот, собственно, она, эта работа, она, мне кажется, вообще собирает всю комнату воедино, то есть, держит это пространство и вдохновляет меня каждый день. И последней картиной, которую я хочу вам рассказать сегодня, будет картина Екатерины Поединщиковой из серии «Хищные цветы». Впервые она была представлена на выставке в галерее «Поле», «Цветок белодонны» называлась выставка. Потом мы показывали эти цветы у себя в арт-галерее. Там была выставка новой живописи Екатеринбурга, в которую, кстати, входили работы и Анны Виталика Черепановой, и Виктор Корякин там был, и Владимир Селезнев. Но вот, собственно, эта картина появилась благодаря подарку. Собственно, тоже новоселье ее Екатерина мне подарила. Это было очень радостно и приятно, потому что мне нравится ее живопись. По-настоящему чувственная и очень выразительная. Посмотрите, сколько здесь краски. Посмотрите, как струятся ее потоки из одной части картины в другую. Темная гамма, может быть, не такая привычная для живописи, которую вешают в домах. Но мне очень нравится. Она абсолютно точно попадает в мое настроение. На этом мою часть экскурсии придется закончить. Вас ждут еще Аня с Виталиком Черепановой, Владимир Селезнев и Роман Плотников, который расскажет о тех работах, которые есть в их коллекциях. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Возможно, в другой раз я еще расскажу и о прочих работах, которые у меня есть. Но сегодня получился вот такой рассказ о нескольких картинах, которые находятся вокруг меня. Я надеюсь, вам было интересно. И эта ночь музеев запомнится вам не в меньшем мере, чем предыдущая. А я всегда буду рад видеть вас в арт-галерее Ельцин-центра, как только мы откроемся. Пожалуйста, приходите. И всего наилучшего. Здравствуйте, дорогие любители прекрасного. Меня зовут Владимир Селезнев. И сегодня мы проведем небольшую ночную экскурсию по моей квартире и увидим, какое искусство у меня хранится. То, что я сейчас сижу в таком вот интересном наряде, это, собственно, уже начало того, какие произведения находятся в моей коллекции. Например, это работа, это шапка, которую сделала Аня Черепанова, связала сама мне на день рождения. И это один из объектов Ани Черепановой, который у меня находится в моей коллекции. Кроме того, на мне еще вот такой вот шарф. Сейчас я попробую его показать лучше. Это шарф, который сделал художник Андрей Сяйлев. И, как мы видим, это настоящий вязаный шарф, но он изображает чек из магазина Ашан. Это реальный чек. Видите, тут штрих-код есть, все дела. Это из проекта Андрея Сяйлева. Кстати, на одной из своих выставок, кураторских, которая проходила прошлой осенью в ГЦИ, были представлены работы Андрея Сяйлева из этой же серии, кирпичи с напечатанными на них пачкой вина из магазина Ашан, или там салфетки на каждый день, тоже из магазина Ашан, или бокалы также из Ашановской серии каждый день. Сейчас мы идем в мою спальню, где у меня находится только одна картина. И это картина Виталия Черепанова «Три девушки курящие кальян». На самом деле я не помню, как точно она называется, но по крайней мере сюжет здесь такой. Здесь присутствует Аня Черепанова, одна из этих девушек, и ее сестра, и подруга. И вот мы видим на столике такой синенький кальян. Вот еще один из подарков в виде корякина. Такой глиняный предмет немножко странной формы. На самом деле это настоящий барабан УД, который, в общем-то, работает как барабан. Витя его сам сделал, обжег в печи. Там снизу есть кожа, которая тоже стучит. Сейчас я попробую что-нибудь на нем сыграть. То есть вот эта кожаная часть, на ней можно стучать, и здесь есть такое вот отверстие, которое собственно эти чавкающие звуки и должно издавать. В общем, вот такой вот инструмент для камланий, и в особые минуты своего настроения я иногда занимаюсь тем, что беру этот барабан в руки и начинаю в него стучать. дальше мы перемещаемся в мою рабочую зону. Вот мой компьютер, и рядом с компьютером на стене расположены, вернее, экспонированы работы разных художников. Вот я начну с левого края. Это тоже, кстати, работа в виде корягина. это ксилография, которую он сделал к этому новому году. Вот мы видим там надпись с новым 2020-м. Ну, и тут такой персонаж, поросенок, который видит крысу и кричит «Крыса Ахтунг», то есть «Год крысы». Дальше. Здесь работа, которую я купил на какой-то тагильской маленькой ярмарке искусств, где продавали работы молодые тагильские художники, и тогда я купил за не очень большие деньги этот калаш Алисы Горшениной. И недавно, совершенно случайно, я увидел книгу, к сожалению, забыл авторов, но Алиса Горшенина продала эту электронную картинку для оформления этой книги. Теперь это же изображение есть на одной из книг, которые выпущены в прошлом году. Чуть ниже работа московской художницы Светы Шуваевой, Называется она Стая, мы видим здесь такую стаю черных собак. Эту работу она делала кажется в 12 году, когда тоже приезжала в Екатеринбург и участвовала в выставке, которую я курировал в ГЦИ. это мой портрет. По-моему получилось очень похоже. Портрет прошлого года его нарисовала Ирина Корина, которая участвовала в выставке в Тюмени, куратором этой выставки я являлся. И вот во время такого автопати она всегда носит с собой блокнот и много карандашей и маркеров и вот во время того, как мы просто сидели в кафе и общались, она нарисовала нескольких человек, в том числе и меня. Мне этот портрет очень нравится. Далее переходим к графике. Это работа Нижне-Тагильской художницы, которая на данный момент живет в Санкт-Петербурге. зовут художницу Ирина Илагина. Это ее форт. Ну, это такой тоже ее автопортрет. Вот мы видим девушку, которая смотрит на лошадь. Очень поэтичная гравюра. Мне она тоже очень нравится. Далее. Чуть выше мы видим довольно странный коллаж. Некая бабушка, то ли староверка, то ли монахиня. И книжка Федора Михайловича Достоевского. Этот коллаж я купил в Санкт-Петербурге у какого-то такого детка, старого хипаря, который продавал свои коллажи и фотографии рядом с храмом на крови. То есть это просто был такой рыночек сувениров и рядом с этим рыночком притулился такой дедок неформального вида и он продавал разные коллажи. И вот в обложку книжки Достоевского была вмонтирована эта явно найденная фотография. Меня это почему-то зацепило и я решил ее купить. теперь она у меня висит на стене. У меня есть такой волшебный шкаф, где находится много-много всякой всячины. То есть это то, что я привожу из разных стран. Я любитель блошиных рынков и в какой-то момент я начал покупать там уток самых разных. И теперь у меня очень-очень много всяких уток. И когда друзья стали узнавать про то, что я покупаю уток, они тоже стали этих уток мне привозить. Так что если у вас завалялись какие-нибудь интересные утки, вы теперь знаете, куда их можно отнести. Кроме того, вот можно видеть патрон от автомата калашников, превращенный в елочку. Это проект микроарт-группы город Устинов. Я его приобрел на акционе Кости. Вообще, на самом деле, у меня много приобретений на акционе Кости. и я думаю, мы еще дойдем до них. Вот там такой красочный столбик. Это столбик художника Красил Макар. Старый фарфор. Вот еще одна куколка. Эту куклу сделала Аня Черепанова и это тоже ее подарок мне на день рождения. Кстати, у меня А, вот еще забыл. Вот вы видите. На самом деле, это семечко из проекта I-Way-Way, который он показывал в нескольких местах, но конкретно это семечко из лондонской галереи Тейт. Мы заходим в гостиную, так сказать, и в этой гостиной есть большой портрет. Этот портрет изображает меня. И это портрет, который нарисовала Аня Минеева, и у меня сломана рука. Этот портрет был нарисован в 2014 году. В этом году это совершенно особенный для меня год, потому что в этом году я дважды ломал руку, причем первый раз вот как здесь собственно это левая рука, а в конце года я еще раз ее сломал, вернее не эту же руку, а уже правую. Вот такой вот я грустный, со сломанной рукой сижу читаю книгу у ребят в гостях. А напротив этого портрета находятся две работы внизу. Это небольшая графика Николая Градчикова, на которой изображена моя преподаватель, одна вообще из моих любимых преподавателей в институте, художница тагильская Лариса Градчикова со своим сыном Марком, которых нарисовал. Николай Градчиков, ее муж. А выше портрет Ани Минеевой, который нарисовал Виталик Черепанов. Мне нравится, что они в моей квартире смотрят друг на друга, то есть вот портрет Ани, который она нарисовала меня со сломанной рукой, и ее портрет, где она сидит у себя на кухне, ну по крайней мере Виталик говорил, что это кухня, и с немножко таким покорежным лицом, потому что это тоже для нее был такой драматический момент, она нырнула в бассейне и разбила себе нос, и вот сидит сейчас с полотенцем и разбитым носом на кухне, а Виталик ее рисует, мне очень нравится эта работа. Ну и на кухне у меня две работы, на которых я хотел бы остановить внимание. Первая из них это пейзаж Ксении Кашурниковой, он в такой вот прям музейной раме, и вообще эта работа очень выглядит как такой музейный экспонат, на самом деле это очень такая экспрессивная графика, нарисованная на старой мебельной доске и вставлена она в рамку, которая была выпилена из старой выброшенной на помойку музейной рамы, но при этом мне кажется все вместе это сыграло на то, что эта работа прям стала настоящим таким музейным экспонатом. кстати эту работу я купил на самом первом акционе кости, где каждый желающий может приобрести работу бросая кости и тем самым создавая то число за которое будет куплена эта работа. Я ее купил не помню точно за сколько, но примерно тысяч за 5. ну еще один экспонат который я хотел бы показать на кухне это не совсем искусство то есть для меня конечно это искусство но наверное не каждый это может считать искусством это такая переливашка с изображениями буд я ее купил в свой самый первый приезд в Таиланд она меня настолько заворожило что я даже потом создал видео которые которые называются Будда в зеркалье которые кстати показывали на одной из выставок видео выставок в арт-галерее Ельцин центра на самом деле мне кажется это очень магическая вещь я могу подолгу наблюдать за этими преображениями Буд в этом зазеркалье ну и на этом пожалуй я хотел бы закончить свой обзор обзор моего искусства моей коллекции на самом деле это не все очень много работ которые хранятся не дома а в мастерской например вот потому что у меня небольшая квартира и например я при всем своем желании не смог бы повешать какие-то большие хотя вот мой портрет они серепановые он довольно большой он висит у меня в квартире и у меня совсем нет своих работ я их просто не храню дома и все работы которые находятся здесь это работы моих друзей художников которые я либо приобретал либо мне их дарили спасибо за внимание меня зовут Роман Плотников я сотрудник арт-галереи Ельцин-центра и сегодня в ночь в музеях я хотел бы провести для вас небольшую экскурсию по моему собственному домашнему музею я хочу показать вам несколько картин из моего собрания если его конечно можно так называть оно еще совсем небольшое тем не менее вот я отобрал 7 интересных на мой взгляд работ хочу вам их показать и немножко рассказать про каждую из них начать я хотел бы вот с этой работы это работа моего приятеля художника из Челябинска Ильи Фролова она называется борщ из Вэл и вот вы можете видеть что на ней изображен довольно трагичный момент когда только что приготовленный борщ оказывается разлит по полу Илья вообще мне очень нравится как художник он рисует в такой достаточно экспрессивной манере при этом он очень многое экспериментирует с формами с цветом с сюжетами это одна из наверное ранних его работ 2015 года но мне в общем-то когда я ее увидел очень понравилось и Илья мне ее подарил вот таким образом эта работа начала мою коллекцию она была первой следующая работа которую я хотел бы вам показать вот она она называется раскаленные трубы и ее автор художница из Нижнего Тагила Ангелина Котова на этой работе в общем-то вы видите как раз такие желоба с раскаленным металлом интерьер какого-то железоплавильного цеха и особенность этой работы в том что она создана при с использованием люминифицирующих красок и ночью вот эти вот раскаленные потоки металла светятся таинственным зеленым цветом с использованием эту работу я приобрел на первом акционе Кости если вы не знаете то акцион Кости это такой веселый формат аукциона в котором участники могут приобрести себе работы разных художников со всей страны за какую-то случайную выпавшую во время игры сумму вот и как раз первый акцион я помогал готовить его создателям художникам Ани и Виталику Черепановым и решил поучаствовать и вот выиграл эту работу и сразился с кем-то за нее я вам что-то очень рад что она у меня висит на стене сейчас я все свои работы снял чтобы мне было проще демонстрировать ну вот кстати за мной вы можете видеть большую картину она висит над диваном а значит она главная потому что опять же если вы не знаете по законам музейной развески та работа которая висит над диваном главная и от нее выстраивается все остальное пространство эту работу тоже приобрел на акционе Кости правда уже на другом и ее автор Аня Черепанова она называется Тотемное животное или у нее еще второе название Спящий Виталий и вот как раз на ней изображен второй художник и создатель акциона Кости Виталий Черепанов и работа мне чем нравится с одной стороны она такая очень умиротворяющая про отдых про сон про гармонию с кошкой или растением которое стоит рядом но с другой стороны у меня лично эта работа ассоциируется с картиной Рембрандта урок анатомии доктора Тюльпа потому что как мне кажется вот эта вот поза в которой спит Виталий она очень точно копирует позу трупа который вскрывает персонажи картины Рембрандта следующая работа которую я хотел бы показать это вот такой вот этюд художника довольно известного художника Тагильской школы Геннадия Горелова этот этюд датирован 64-м годом и на нем изображена природа рядом с поселком или деревней Кичигина я не знаю где это возможно это где-то на Урале но цвета которые использует Геннадий Горелов они почему-то у меня не ассоциируются с Уралом а мне нравится представлять что это какой-то южный пейзаж с горами с какими-то яркими розовый зеленый бирюзовый цветами вот приобрел я его абсолютно случайно так получилось что другой тагильский художник Николай Градчиков в какой-то момент продавал несколько разных работ своих и других авторов и вот так случайно не планируя я приобрел у него вот этот этюд дальше я хотел бы вам показать вот такую маленькую акварель художницы Аси Маракулиной из Санкт-Петербурга и с ней у меня связана довольно интересная история приобретения больше примерно год назад я был в Петербурге и просто гуляя по улицам случайно нашел очень интересное место это небольшое кафе и кабинет книжной графики ВУД в котором в общем-то есть свое собрание графики различных художников и можно это собрание можно посмотреть можно что-то себе выбрать купить и вот я остановил свой выбор на вот этой акварели изображающей такой хмурый петербургский дворик и приобрел его в общем таким образом эта акварелька вот связана у меня с Петербургом есть такая история и напоминание о том как вот случайно гуляя я нашел очень классное место в которое потом приезжая в другие разы я уже возвращался и в общем-то все было классно вот такая история еще из работ которые мне очень нравятся у меня вот есть не так давно приобретенная декоративная тарелочка художника Красил Макар Красил Макар это уральский художник который работает с традиционной урало-сибирской росписью перерабатывая ее деконструируя на такие отдельные составляющие элементы и создавая заново либо новый орнамент либо какие-то может быть пейзажные композиции используя опять же эти формы вот эту тарелочку я приобрел лично у художника в прошлом году в музее ИЗО проходила персональная выставка художника Красил Макар и в общем-то она была очень классной и хотелось бы выразить благодарность ее куратору Ирине Кудрявцевой за такую работу и эта выставка вот вдохновила меня на покупку вот этой вот тарелочки я связался с художником спросил можно ли что-то приобрести и в общем-то вот остановил свой выбор именно больше на предмете декоративном чем каком-то сюжетном хотя даже не знаю насколько можно говорить по отношению к работам Красил Макара о сюжете вот и последняя работа о которой я бы хотел вам рассказать это она как раз висит у меня за спиной и это очень странный сюрреалистичный плакат и у него очень интересная история мой друг когда разбирал перед продажей квартиру доставшуюся от бабушки нашел среди прочих вещей стопку прибалтийских советских плакатов с художественной печатной графикой и подарил мне вот и среди них был как раз этот плакат художник автор этого плаката художник с фамилией Май Литис и кроме этой информации того что он отпечатан в 1986 году в общем-то никакой информации нету больше и пытаясь найти в интернете единственное что мне удалось найти это в каталоге национальных библиотек Эстонии я нашел страничку этого плаката но информации там было в общем-то немного также фамилия художника год печати какие-то данные типографии и название этот плакат называется сельское хозяйство что как мне кажется придает ему еще больше сюрреалистичности вот и больше никакой информации ни о художнике ни о каком-то контексте в котором был создан этот плакат я не нашел вот но он мне безумно нравится поэтому я повесил его на стену на этом на этом я хотел бы завершить свой рассказ свою маленькую экскурсию и пожелать всем начать собирать свои маленькие персональные коллекции приобретать те предметы искусства которые вам нравятся которые вас задевают которые могут подарить вам какие-то интересные эмоции или истории всем спасибо всем пока привет мы Аня и Виталик мы художники из Екатеринбурга мы живем в доме снимаем с друзьями дом трехэтажный и нам во время самоизоляции тут супер повезло когда закрыты все музеи закрыты галереи у нас на третьем этаже есть своя галерея и мы заскучали по выставкам и сделали свою собственную выставку у нас есть проект акцион кости в котором мы показываем работы разных авторов со всей страны и не только российских и продаем еще даем в аренду вот и можно посмотреть работы художников начинаем с работы Анны Черепановой это выпукла вогнутая маска из гипса при взгляде на нее непонятно то ли она выпуклая то ли вогнутая и вам кажется что человек из этого маска выглядит очень таинственно это Анна Черепанова дальше у нас ижевские художники выставка это вот Аделайда из круга художников этнофутуристов этнофутуристов это Миша Демидов из круга художников фрика джаз вот фрика джаз Миша рисует вот такие стулья как иконы вы также можете увидеть на инстаграм канале фильм там есть про него дальше у нас художница из Москвы Катя Муромцева это посетители музея она вырезала такие скульптуры какие могут быть посетители тут есть двоя двоячие посетители а есть женские посетители ой здесь у нас целый водопад водопад работ да это вверху три работы Кирилла Креста да легенда просто пермского искусства это Анна Черепанова работа Некрасов это про писателей русских они в пленочке в пленочке и выглядывают вечность упакованная в пленку да дальше мистер воспеватель районов ижевских спальных районов это Тайгер Блум Тайгер Блум художник из Ижевска тут тоже художник из Ижевска Антон Антон Перевалов вот дальше Дмитрий Нага художник из Ижевска девушка которая рисует да я вскрываю все секреты здесь у нас работы ребят которые для прошлой инновации готовили экспозицию делали все рисунки это Ксюша Ласточка и Максим Трулов здесь наша Ксюша Екатеринбургская Маркелова ее графика это стикер Ильи Гришаева пермский художник да здесь вот наши работы Виталика работа Виталика Черепанова она называется мавзолей вот и работа волшебная игра из старой серии мы решили ее тоже здесь выставить дальше у нас тут выставлена работа из серии сказок это серия Федора Трукова Екатеринбургского фотографа который изучал мистику уральскую мистику и мистические сказок естественно вот вторая работа вторая работа называется Ряженый она тоже из серии сказок а здесь в уголочке кто у нас здесь у нас большой художник большой Энвель Касимов ижевский художник который рисует обычно на больших холстах но вот тут небольшие эксперименты это он сказал Кирилл с Наташей а вот это работы пермской художницы Гарсиа Гарсиа вот такие очень нежные нежная графика и нежная скульптурка легендарная полена еще у нас здесь есть вот это работает Игоря Лазарева называется теперь ты свет полена это из Красноярска прилетела в Москву из Москвы в Нижний из Нижнего в Москву из Москвы в Саратов из Саратова в Москву из из Москвы в Екатеринбург в общем полена которая путешествует и становится легендой everyday здесь у нас художник здесь у нас вот здесь вот у нас работы тоже Екатеринбургской художницы Кира кошка очень любит смотреть это на ткани маркерами и возможно тушь мне кажется тут можно бесконечно отглядываться Кира еще занимается музыкой я вот например обожаю тырить у нее аудиозаписи из Вконтакте это это группа вывоз снега группа художников из Томска Митя и Аксинья но нынче уже группа не существует но вот объекты остались от них и группа классная и классные художники так а тут у нас просто опять легенды уральского хип-хопа это Владимир Селезнев Святой Рик в роли апостола а дальше встреча Бои и Бойса две работы Вовы из серии из хаоса эти две работы уже купили коллекционеры из Нижнего Новгорода наши хорошие друзья Наташа и Рустам а вот скульптурка авторства Настя Лапши тоже Екатеринбургской художницы вот она еще не куплена есть возможность стать обладателем всего лишь за три кубика работа Вячеслава Михайлова это художник старшего поколения ижевского он очень любит ездить на природу и посвящает себя пленэру а также он увлечен мифами удмуртскими вот работающий Никита Спиридонова из Саратова это парень музыкант который делает вот такие голубей дополнительно глиняный голубь Никита Спиридонов в Саратов вот так вот мы обращаемся с произведениями но там посмотрите у него все мягонько лежит на мягоньком отдыхает да Ангелина Котова и тоже Екатеринбургская художница Гелю можно узнать конечно больше по видео и фотоработам но вот живописи скульптуры тоже ей не чужды это у меня такой зимний даже не знаю как определить жанр зимний коллаж зимний коллаж называется свидание и вот еще у нас интересная работа есть это фотобук ну или как его назвать ну или просто книга художника да да Икуру Куваджима художник из Японии который давно переехал в Россию и очень много путешествует по России и странам СНГ для того чтобы понять русскую душу эта книга называется Я обломов и как раз это история о том как он путешествовал по СНГ и пытался понять встроенная ли функция это русская лень или или это вовсе не функция вот сам художник отдыхает сейчас Икуру живет в Москве его книгу можно тоже у нас на нее сыграть ну в общем вот такая выставка у нас на третьем этаже сменная экспозиция скоро мы сменим экспозицию и мы обязательно вам покажем какая будет следующая выставка и проведем экскурсию подробно вот все эти работы мы 7 мая разыгрывали проводили прямо здесь у нас онлайн трансляцию акциона Костя и некоторые из них примерно 6 по-моему ну не очень густо но в общем их купили остальные еще можно приобрести или в общем смотрите за всеми новостями на нашем канале инстаграм экшендайз и в других социальных сетях акцион Кости спасибо ура вообще мы можем снимать конечно часовые фильмы рассказывая о работах которые хранятся у нас дома например вот да это все хранилище это все часть еще только работ здесь можно бесконечно разглядывать это вот зимнего проекта из БЦСИ Екатеринбургского вот теперь это здесь засыпает до следующих скульптурки скульптура наши головы здесь здесь собрана большая часть наших работ которые мы сделали за зиму и некоторые выставочные проекты в том числе акцион Кости кошка найдет это нога нога феминиста калашки калашки кандант калашки анина живопись портрет кошки бабушка с дедушкой портрет кошки портрет бабули бабули и кошка тут тут какой-то пикассо тут какая-то икона в общем полная мастерская кошек это тучка желаем вам увлекательной ночи музеев несмотря ни на что и до встречи на выставках калашки мастерская Продолжение следует...